Ребят, всем привет! Меня зовут Роман Шкудер, специально для компании АМАРКЕТС. Мы сегодня проведем анализ, технический анализ рынка криптовалют. Значит, что у нас по битку? У нас был уровень 2400, его вчера пробили, закрепились выше, сегодня протестировали сверху. Есть шансы на продолжение движения, но важно, как сегодня цена закроется. Нам надо закрытие выше и продолжение движения, тогда есть шансы достичь уровня 22500 и потом 25200, то есть ближайший уровень сопротивления. Пока все смотрится, накопили позицию, но у нас мы можем с уверенностью сказать, что не было закрытия ни шартов, ни лонгов, которые здесь набирали, то есть шарты пока не закрывались, потому что не много прошли. Есть шансы на возврат обратно лонги, пока набрали и еще не было реализации, потому что не было сильного роста. То есть пока и те, и те удержат. Когда начнут выходить, одни из вот этих вот игроков, которые здесь набрали большую позицию, мы это будем видеть на графике. Все будет зависеть, конечно, ребята, от S&P. Значит S&P стоит пока на месте, немного вырос и есть шансы на рост в зоне сопротивления, там 4075-480, вот в эту зону и тогда будем рассматривать, что будет происходить. То есть в этом случае, если туда цена пойдет. Значит у нас евро-доллар еще, ребята, вернулся к 1 к 1. Видно, что было вообще 0.95, сейчас вернулись 1 к 1. Сейчас будем смотреть. Думаю, сейчас будет такой паритет идти, наверное, 1 к 1, будете торговаться. По эфиру, ребята, эфир был сильнее рынка сейчас, но нормально уже вырос. Я бы уже здесь не лез в позицию, честно скажу вам, потому что уже многовато выросли. Нужно пока подождать, то есть, что будет происходить с ценой дальше. То есть, потому что уже мы много-много прошли по эфиру, да, и нужно подождать. Я бы где-то поджал откат, может быть там 1500, где-то долларов, чтоб он постоял. То есть пока уже эфир высоко, много сходил, я уже сюда бы не заходил сейчас. На продолжение. Вот ADA, интересно, вернулась была выше 0.4, я об этом уровне говорил еще ранее. Тоже стоит. Нужно подождать еще немножечко, чтоб она постояла. День-день-два, например, если будет удержание, можно пробовать взять со стопом ниже вот этого лом 0.39 и с целью где-то 0.5, то есть 0.5-0.52. Но пока тоже выросли и стоит на месте, могут быть движения в разные стороны, как обычно это бывает. Дальше Dash. Пока на месте стоит, тоже много упал, стоит, не рос сильно, поэтому Dash, как один из таких вариантов на long с целью где-то 57 долларов. Вот 57 долларов. Сейчас цена 47. Solana вернулась тоже обратно, ребята, выше 31 доллар. Вот 31 доллар был уровень, прошли ниже, протестировали почти вот этот long, который был ранее. Еще в начале лета, сейчас вот вернулись и 31 доллар, вот уровень выше. Сейчас вот если цена отстоится, здесь можно рассмотреть на long. Вот у нас тут на часовом графике, чем что-то перебегает. Значит, вот у нас здесь по Solan, вот уровень 31. На возврате можно пробовать взять со стопом, например, там 34. Ну, лучший стоп будет 29.6, но все-таки далеко ставить не надо, если что, можно будет перезайти. То есть вот неплохо Solana по 31 доллар и цель движения где-то 35. Ближайшая сейчас, ближайшая такая цель. Litecoin вышел тоже с консолидации, можно рассмотреть 55.4 с целью 64 доллара. Ну, пока тоже такие хвосты, пусть еще немного постоит. Надо смотреть, как сегодня будет закрываться день. Dot классно, ребят. Dot тоже пробил 6 долларов, вернулся обратно. Сейчас вот тестирует уровень 6.5. То есть, dot либо выше 6.5 на закрепление брать, либо брать где-то там от 6.4. Ну, и со стопом коротким там, конечно, могут и достать. Потому что по доту вот здесь вот, видите, вот уровень плюс, ну, тут будет стоп в воздухе стоит за этот уровень, но много прошли, может и вынести, могут вынести. То есть, поэтому надо dot посмотреть, да, еще подождать, что будет происходить. То же самое по EOS. EOS тоже вырос, дошел до какого-то определенного тут локального уровня 1.13. Посмотрим, что будет дальше. TRX. Что у нас по TRX? Значит, TRX у нас отстоялся по 0.06 и сейчас вот сопротивление 0.64. То есть, тут пока внутри дипозона либо от нижней границы, либо выше уже 0.064. Смотреть на long. Lumen XLM, локальная линия тренда сформировалась, да, локальная линия тренда. Но пока здесь, ну, разве что от 0.10.8 заходить, да, со стопом за вот эти хвосты и дальше смотреть на продолжение. Пока такое себе. Ripple, кстати, ребята, отстоялся выше 0.43. Здесь вот 0.53. Следующий уровень и сейчас вот консолидируется, возможно, будет какое-то движение. Если брать, то стоп надо ставить вот сюда за 0.43.8. Но я бы пока подождал, потому что все повырастало. Пусть немножко сейчас отстоится, отдохнет и тогда можно брать дальше. То есть, такая консолидация, чтобы была. По TESUS 1.32. Тут, ну, я бы пока здесь не лез. Высоковато уже сходили. Нужно подождать откат. EBNB, кстати, ребята. EBNB интересно. Отстоялись мы по 300, там, по 260 долларов вроде, тут цена была, да. 260, 265. Сейчас вот я брал уже выше 300. С целью 336-340 долларов. Потому что здесь сейчас вот, ну, или брать где-то вот на 4-часовике. Сейчас вот на 4-часовике заходить, где-то 285 со стопом там за 282. Или 286 брать. Ну, как бы я брал бы выше 300. Это будет более надежная точка. Там 299-300 долларов. И нормально отстоялись, в принципе. И будет верхняя граница как раз канала. Может очень хорошо пойти выше 300 долларов EBNB. Интересный вот инструмент. Обратите на это внимание. Ну, она сейчас интересует биток. Да, биток. Сейчас что будет с битком? То есть, смогут ли они закрепиться все-таки выше? Все выглядит так, что, конечно, ребята смогут. Но, я говорю еще раз, если S&P задавит, то биток тоже задавит. Если S&P пойдет там минус 3%, то биток тоже пойдет. Дальше и этот уровень пробьют и так далее. Как было здесь. Ну, тут уже мы отстоялись красиво, все. Но пока гарантий никаких нет. То есть, что он пойдет дальше 100%, никто не знает. Посмотрим, как будет. Сегодня важно закрытие. И что будет завтра происходить. Завтра еще пятница. Поэтому, как будет цена двигаться перед выходными, S&P, закрытие. И посмотрим, что биток будет делать на выходных. Потому что он торгуется на выходных сам. Без поддержки фондового рынка Америки. Поэтому посмотрим. Пока биток, значит, стоит выше 2400. Пока все, в принципе, нормально. Такой у нас кратенький обзор, ребятки. Если у вас есть вопросы, пишите под комментариями, под видео. И, значит, если вы хотите торговать, тоже можете открывать счета АВА Маркетс. Здесь есть крипта. Спокойно можно, кто привык к MetaTrader, можете спокойно себе здесь торговать. И выставлять сделки, заявки и так далее. Все нормально исполняется. С вами был Рованш Кудер. Поэтому всем хорошего дня. Не забывайте о рисках. И до новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова